Мярабас Евгелий Достлар! Сегодня рассмотрим использование конструкции со словами лязым, герек, ихтиач в предложениях, когда мы хотим сказать, что нам что-то нужно. Для правильного понимания того, как строятся такие предложения, мы должны разобраться, какой частью речи являются эти слова. Слово лязым имеет значение надо-нужно. Будем воспринимать как наречие, его еще называют предикативное наречие. Кстати, правильное произношение это слово лязым, но также вы можете его слышать в произношении лязым. Произношение зависит от региона, в разных уголках Турции его произносят по-разному. Слово герек имеет значение надо-нужно-должен. Это слово похоже со словом лязым и часто они взаимозаменяемые. Просто герек это слово турецкого происхождения, а лязым это слово арабского происхождения. В отличие от лязым, герек может быть и наречием, и существительным. Также на его основе могут быть созданы прилагательные. Герек ли – нужный, и герексис – ненужный. И еще на основе слова герек у нас есть глагол герекмек – быть нужным, требоваться или нуждаться. Слово ихтиач имеет значение нужда, потребность, кстати, тоже слово арабского происхождения, и является это слово существительным. Давайте сначала посмотрим предложение, когда нам нужно или надо какой-то предмет в виде существительного. Например, Бана бир бардак су лязым – мне нужен стакан воды. Существительное бир бардак су стоит в именительном падеже. Личное местоимение стоит в направительном падеже. Бана – мне. Любые другие слова точно так же. Например, Бана китап лязым – мне нужна книга. Бана калем лязым – мне нужна ручка. Бана или хам лязым – мне нужно вдохновение. Точно такая же конструкция со словом герек. Бана бир бардак су герек. Для слова ихтиач у нас немного другая конструкция, так как это существительное. Мы говорим Беним бир бардак су я ихтиаджим вар. На русский мы также переведем Мне нужен стакан воды. Но дословно это переводится как Есть моя нужда в стакане воды. Давайте попробуем понять турецкую логику. Слово ихтиач – нужда – является существительным. И она чья-то. Поэтому к слову ихтиач мы должны обязательно добавлять аффикс принадлежности. А личное местоимение используем в притяжательном виде. У нас получается Беним ихтиаджим вар – есть моя нужда. И в направлении чего есть нужда – в направлении стакана воды. Поэтому существительное будет стоять в направительном падеже. Бир бардак су я. Если тот предмет, который нам нужен, состоит из нескольких слов, то аффикс направительного падежа мы добавляем только к последнему слову. Мы не говорим Бир бардаа су я, А воспринимаем всю фразу Бир бардак су как одно существительное. И аффикс направительного падежа добавляем только к слову су. Это же предложение для второго лица будет звучать Сенин бир бардак су я ихтиаджин вар. Используем притяжательный аффикс для второго лица единственного числа Сенин. И к слову ихтиач мы добавляем аффикс второго лица ин. И все вместе получается Сенин ихтиаджин Твоя нужда, твоя потребность. Сенин бир бардак су я ихтиаджин вар. Для третьего лица по такому же принципу Онун бир бардак су я ихтиаджи вар. Еще посмотрим примеры. Татлы яб мак и чин бана юмурта щекер ве ун лязым. Для того, чтобы сделать десерт, мне нужны яйца, сахар и мука. Также можно сгереки. Татлы яб мак и чин бана юмурта Щекер ве ун гереки. И теперь со словом ихтиадж. Татлы яб мак и чин бана юмурта я щекер ве уна ихтиаджим вар. Дословно, моя потребность в яйцах, сахар и муке для того, чтобы сделать десерт. Также вы можете слова Юмурта щекер ве ун взять или воспринимать как одно единое существительное. И тогда аффикс направительного падежа можно добавить только к последнему слову. У нас это мука и получится Татлы яб мак и чин беним юмурта щекер ве уна ихтиаджим вар. Таким образом, тоже можно использовать. Если нам нужно сказать предложение в отрицательном значении, то используем слово лязым с отрицательной частицей диль. Например, Бана су лязым диль. Мне не нужна вода. Или Бана тавсие лязым диль. Мне не нужен совет. И эти же предложения со словом ихтиадж. Используем с частицей йог. Нет нужды. Например, Беним су я ихтиаджим йог. Дословно, моей нужды в воде нет, но по смыслу мне не нужна вода. Или Беним тавсие ихтиаджим йог. Мне не нужен совет. Не забываем, что в этой конструкции к существительным добавляем аффикс направительного падежа. Вообще, в предложениях, когда нам нужен какой-то предмет или вещь, рекомендую использовать слова лязым и ихтиадж. Мне кажется, в разговорной речи их используют чаще, чем со словом герек. Теперь посмотрим предложение, когда требуется выполнить какое-либо действие. Сначала посмотрим на предложение, когда действие, то есть глагол, относится не к кому-либо, а говорится в общем. В таких предложениях мы используем глагол в неопределенной форме. И дальше слова лязым или герек. Например, Башарлы олмак и чин, чалышмак лязым. Башарлы олмак и чин. Чтоб добиться успеха или стать успешным, чок чалышмак лязым. Нужно много трудиться. Если дословно, нужно отделять хорошее от плохого. Переводим по смыслу, нужно различать хорошее и плохое. Бу аркадаща ярдым джи олмак герек. Этому другу, товарищу надо помочь. Хамур япмак и чин, ун ласу карыштырмак герек. Для приготовления теста нужно смешать муку и воду. Теперь посмотрим на конструкцию предложения, когда действие совершается кем-то. Формула у нас такая. Местоимение, основа глагола плюс аффикс маме плюс аффикс принадлежности. И дальше лязым или герек. Сразу разберем пример, чтобы было понятно. Наш пример. Беним, Ярын, Истамбула, Гитмем, Лязым или Гитмем, Герек. В таких конструкциях мы используем не глагол, а от глагольное существительное. То есть, существительное, которое состоит из основы глагола и аффикса ма-ме. Например, окума, язма, конушма, отурма или калкма. Что такое от глагольное существительное? Это существительное, которое показывает процесс действия. Например, юзмеки – это плавать, а юзме – плавание, то есть процесс плавания. Окумак – читать, а окума – чтение или процесс чтения. Язмак – писать, язма – написание. Трудность заключается в том, что в турецком из всех глаголов можно создать от глагольное существительное, но не все такие существительные можно перевести на русский язык. Поэтому мы переводим предложения в таких конструкциях при помощи глагола. Наш пример. Переводится как «мне завтра нужно поехать в Стамбул». Но если дословно, то это «завтра», «ярын», «нужно», «требуется», «лязым» или «герек». «Гитмем» – моя поездка, процесс, когда вы едете в Стамбул. Так как «гитме» – это существительное, мы должны присоединить аффикс принадлежности. Чья поездка? «Гитмем» – моя поездка. И по этой же причине мы используем притяжательное местоимение «беним». «Беним гитмем» – моя поездка. Все вместе «беним ярын» – Истамбула гитмем ляазым. Или мы можем сказать без притяжательного местоимения, но подразумеваем, что оно есть. «Ярын» – Истамбула гитмем ляазым или «гитмем герек». «Мне завтра нужно поехать в Стамбул». Самое главное, что нужно запомнить, в случае, если нам надо построить предложение, где требуется действие от кого-то, мы используем отглагольное существительное с аффиксом принадлежности и притяжательное местоимение. Возьмем пример и просклоняем по лицам и числам. «Беним ятмам ляазым» – «мне нужно лечь». «Сенин ятман ляазым» – или «герек» – «тебе нужно лечь». «Онун ятмасы ляазым» – «ему нужно лечь». «Безим ятмам из ляазым» – «нам нужно лечь». «Сезин ятман из ляазым» – «вам нужно лечь». «Онларын ятмалары» – «ятмасы ляазым» – «герек». «Им нужно лечь». Для закрепления возьмем примеры предложений. «Заифламак истиорсам» – «бирас спор япмам ляазым». «Заифламак истиорсам» – «если я хочу похудеть» – «бирас спор япмам ляазым». «Мне нужно немного заняться спортом». «Сыновы гечмеки чин дага фазла чалышман герек». «Сыновы гечмеки чин» – «дага фазла чалышман герек» – «тебе нужно больше заниматься». «Ярым саатсонра учаун инмеси ляазым» – «через полчаса самолету нужно приземлиться» или «самолет должен приземлиться». В определенных ситуациях ляазым и герек могут переводиться как «должен». «Бизим ярым хастане гитмемиз герек» – «нам завтра нужно пойти в больницу». «Сизин банкая парая тырманыз ляазым» – «вам нужно положить деньги в банк». «Онларын бусоруну анламасы» или «анламалары керек». «Им нужно понять или осознать эту проблему». Если нам нужно построить отрицательное предложение с действием, то мы добавляем к отглагольному существительному отрицательный аффикс «ма-ме». Например, от глагола «анламак» – «понимать» у нас есть отглагольное существительное «анлама» – «понимание» или «анламама» – «непонимание». Остальная конструкция остается такой же. Посмотрим с примерами. «Сенин онлара ярдым этмемен ляазым» – «тебе не нужно им помогать». «Ярдым этмемен ляазым». «Бизим буну сёйлемемемиз ляазым» – «нам не нужно это говорить». «Онун онларла гельмемеси герек» – «ему не нужно ехать с ними». Вам не надо поднимать эту тему. Здесь должно быть все понятно, для отрицания просто добавляем аффикс «ма-ме». Посмотрим, какие еще конструкции возможны со словом «лязым». К «лязым» могут присоединяться аффиксы повествовательной, субъективной и условной модальности. Получим «лязымды», «лязым мышь» или «лязымса». Закрепим на примерах. «Сабах банкая гитмем лязымды» – «ама заман буламадым». «Сабах банкая гитмем лязымды» – «мне нужно было утром пойти в банк». «Лязымды» – «нужно было» – «ама заман буламадым», «но я не смог найти время». Мне нужно было утром пойти в банк, но я не смог найти время. Тебе не следует или не нужно есть на ночь. Не нужно есть. Здесь мышь добавляет окрас предложению в смысле оказывается или возможно. Оказывается, тебе не следует или не нужно есть на ночь. Если нам нужно купить хлеб, давай пойдем в магазин и купим. Если нужно. Еще со словом лязым у нас есть составной глагол лязым олмак. Быть нужным или понадобиться. Здесь нет ничего особенного. Этот глагол используется как любой другой и может присоединять аффиксы всех времен. Возьмем несколько примеров использования. В широком времени. Бу параи джебенекой, таха сонра лязым олур. Бу параи джебенекой, положите деньги в карман, таха сонра лязым олур. Они потом понадобятся. В настоящем времени. Ингелись дже чалы ширкен, бана девам лы сезлюк лязым ол ёрш. Ингелись дже чалы ширкен, когда я изучаю английский язык, бана девам лы сезлюк лязым ол ёрш. Мне постоянно нужен словарь. В будущем времени. Бу биль гилер и ля рде бана лязым ол ёрш. Мне понадобятся эти данные в будущем. И в прошедшем времени. Эльма сой ма кэчин кичук бычак лязым ол ду. Мне понадобился маленький нож, чтобы почистить яблоко. Лязым ол ду понадобился. Предложение с похожим смыслом можно построить с лязым в повествовательной модальности. Эльма сой ма кэчин кичук бычак лязым ды. Мне нужен был маленький нож, чтобы почистить яблоко. Теперь переходим к слову герек. У нас есть глагол с основой герек, герек мек, который переводится как требоваться, нуждаться. Этот глагол также используется со всеми временами. И при использовании этого глагола мы используем отглагольные существительные. Посмотрим на примерах в широком времени. Если я расскажу тебе это, мне придется или нужно будет тебя убить. В настоящем времени. В широком времени и условной модальности. Если бы мне нужно было описать это одним словом, обалденно. И еще у нас есть прилагательные. Они ставятся перед существительными, но иногда они ставятся после отглагольных существительных и становятся наречиями. Такие варианты конструкции используются реже, но все-таки нужно тоже их знать. Сначала пример с прилагательными. У нас будет все необходимое. И теперь пример из герек ли нужно и герексис не нужно в виде наречий. В таких предложениях эти слова всегда ставятся в конце предложения. Например, Нужно или необходимо удалить этот орган хирургическим путем. То есть путем операции. Мы рассмотрели все основные конструкции со словами надо, нужно. Для того, чтобы пришло понимание, когда и где, какую конструкцию лучше использовать, нужно больше практиковаться и выполнять упражнения на эту тему. Еще на моем канале вы можете посмотреть видео про отглагольные существительные. Ссылка в центре экрана. Спасибо за внимание.